Есть такой прикол, я когда еду, вот я ездил на Volvo, никогда такого не было. И когда ты ездишь на Kenward, бывает такое, что рядом едет машина, и люди показывают... Нажми на сигнал. На Volvo никогда такого не встречал. А вот как только сел на Kenward, уже было пару раз, такое, что смотришь, машина едет рядом, там сидят люди с детьми, и они показывают по сигнале, потому что вот так у них ассоциируется вот этот большой трак. КОНЕЦ Приветствую, мои зрители. Давно не виделись. Давно я не записывал никакие видео. Но тем не менее, я вернулся к своему любимому занятию. И не только вернулся, я еще и поменял свою работу. Мой дед был механиком почти всю свою жизнь. Мой дядя был дальнобойщиком. Мой первый Марс, шоколадку и Сникерс я попробовал именно благодаря тому, что мой дядя съездил в Москву в рейс, вернулся и привез мне Сникерс и Марс. Так вот, первый мой Сникерс и Марс я попробовал именно тогда, когда мой дядя, дальнобойщик, съездил в Москву. Тогда он смог купить эти шоколадки, которые на тот момент еще не были такие популярные. Вот, поэтому я, в принципе, все свое детство игрался с подшипниками и всякими деталями у нас во дворе. Поделиться своим опытом. И вы скажете мне свое мнение в комментариях, нравится вам, не нравится. Вот этот трак мне нравится тем, что у него, как видите, кабина заужена немножко, а слипер, видите, насколько больше. Вообще, это, я считаю, большим плюсом, потому что ты лучше чувствуешь габариты. У тебя кабина заужена, слипер шире, спальное место. И вот получается очень-очень практично, потому что ты чувствуешь машину. Мне нравится вот этот гриль, вот эта решетка радиатора. Кромированная полоска. Звучок кенва, красиво смотрится. Зеркала, как видим, покрашены в цвет кабины. У нас есть боковые тепла, да, слева и справа, которые можно открывать даже во время езды. Также мы можем открывать вентиляционную. И с другой стороны, я сейчас покажу, мы можем открывать окно вот в этой двери. На ходу тоже можно открывать спокойно, просто она может быть открытой. Смотрите, вот такой вот лайфхак для Курыбиных. Кажется, что приторка подсвечивается красным, видите? Но на самом деле, она не подсвечивается красным. Если ночью установить вот такую вот красную лампочку, она дает тебе вот такой эффект. Первостепенно хочу сказать о сидении. Конечно же, сидение это то, что, где мы сидим, где мы проводим как минимум 11 часов своей дороги, а то и больше некоторые, да. И это сидение, на первый взгляд, кажется абсолютно простым. Имеет оно минимум регулировок, да, оно тряпичное, как видите, да. Но мы замечаем, это подлокотники с одной и с другой стороны. И эти подлокотники, они регулируются вот тут. То есть вы выставили одно положение, да, прокрутили. И каждый раз, когда вы садите за роль, вам не надо вот с этой трещоткой, да, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык постоянно выставлять себе опять положение. А у вас один раз вы выставили одно положение, и все, и вы едете. Обратите внимание, что подлокотник еще сделан здесь. И это вот хорошее решение для более крупных мужиков, да, когда ты хочешь поставить руку именно на подлокотник. И стекло опускается за подлецо. То есть у вас широкий подлокотник. Шире, шире даже, чем это. По регулировкам. Это у нас получается поясничная зона. Мы можем ее здесь отрегулировать, здесь вверх-вниз. И казалось бы, все, да, где же все регулировки. Но, как оказалось, вот тут еще есть регулировки. Вот я исправил, да, вот это настраивает угол. Видите, как теперь наклонилось сидение. Если мы хотим, мы вернем это обратно. Вот у Вольво это целая проблема, потому что сидение постоянно наклонено сюда. Далее по мягкости оно в меру мягкое. Что у нас есть здесь для регулировки? Загрев зеркал. Есть регулировка левого-бравого зеркала. Закрыть-открыть дверь. И окна. Открываете двери, да, вот правая дверь. Я закрыл, а левая, видите, она не закроется. Специально, чтобы вы не захлопнули трак, не оставили ключи внутри. Вот, ключи здесь. Также, что очень важно за рулем, да, это регулировка рулевой колонки. Вот мы опустили, да, то есть регуляция довольно у нас широкий диапазон. Видите, многие любят так. Я не люблю, потому что когда кочки, ты начинаешь ногами упираться в руль. Нарочный диапазон, его хватает во всех пределах. Ничего такого, чтобы мне не понравилось, я не заметил. Проехал я на этом траке уже 6000 миль за две недели. Если вы заметили, вот видите, Volvo рядом, да. Вот у Volvo зеркала огромные, да. И посмотрите, какую часть обзора они забирают, когда водитель сидит за рулем. Здесь же этого нет. Видите, зеркало меньше размера. Обзорность такая же, но еще вот эта выемка в дверях помогает вам. И между зеркалом и стойкой у вас еще пространство. На Volvo, вы видите, там нет пространства. И вот в этом промежутке иногда может спрятаться целая машина. Поверьте, я когда ездил, там бывали случаи, когда ты вот подъехал к перекрестку, да. Здесь едет машина. А ты ее не видишь. Вот от точки, получается, крайнее зеркало, да, и до стойки. Там не только машина может спрятаться, там целый трак может спрятаться. Поэтому это очень важно. Далее, что еще хотел сказать. У Volvo, если вы обратите внимание, зеркала находятся прямо напротив лобового стекла. Видно, да? И когда ты пшикаешь на лобовое стекло воду, получается, сразу это все попадает на зеркало. Либо чистые зеркала, либо чистое лобовое стекло одно из двух. Вот так вот. Такой выбор. А вот тут сделано хорошо. Потому что зеркала стоят довольно далеко, и они стоят немножко спереди лобового стекла. Если вы заметили, да, вот тут лобовое стекло, а зеркала чуть-чуть вперед. И вот это тоже помогает. Зеркала всегда чистые. Всегда чистые. Что немаловажно, тут есть бардачок. Да? Представляете? В Volvo его нет. Поэтому это вроде мелочь, а приятно. Теперь перейдем к тому месту, где мы живем. У нас тут есть полочки всякие. Вот. Допустим, у меня там кепочка, качалочка моя. Не скакалка, а качалка. Это руки качалки, резинки специальные. Здесь для документов мы видим, да, сразу. Мне, кстати, надо эти все документы нормально упаковать. Тут у нас одна большая полка. Тут у нас должна быть радиостанция. Если мы хотим, то цепляем ее вот сюда. Ну, кто как любит, да. Я радиостанции не люблю. Здесь полочка и здесь одна полочка. Вот. Теперь переходим к слиперу. В слипер у нас есть вот такой вот шкаф. В этом шкафу вмещается вот, пожалуйста, куртка. Там всякие принадлежности. Довольно большой шкаф. Что немаловажно, это столик. Здесь есть столик, да. Смотрите, так, сюда что-нибудь на стол поставить. Захотели. Развернули. Вот, пожалуйста. Есть версии Кенварта, когда вы можете развернуть вот это сидение и с напарником сесть и кушать себе за столом. Поэтому каждое утро я завариваю кофе. Вот такой вот замечательный кофе из Starbucks. Такой. Очень рекомендую. Я тут храню обычно воду. Я закидываю сюда 24 бутылочки полуметровой воды. И здесь же у вас холодильник. Холодильник не вертикальный, а горизонтальный. Что очень удобно. Во-первых, не открывает. Во-вторых, не выпадает. Одно, конечно, из самых главных для водителя – это кровать. Кровати здесь две. Вот такая нижняя. Большая очень. Здесь у меня она в качестве моего этого склада, где я храню свой велосипед. Я вам покажу потом, что это за велосипед. Это электрический велосипед. Очень помогает мне в дорогах. Но посмотрим, что такое дно. У нас есть вентиляционное окно вот так. И здесь у нас есть большое шикарное окно. Ну а вы еще, когда загружаете вещи, вы можете загружать отсюда. И это является emergency exit only. То есть, вы можете в случае аварийной ситуации выходить через эту дверь, потому что она не маленькая. Вот такое окно. Широкое, большое. Вы закидываете сюда все свои вещи. В моем случае я еще отсюда вытягиваю велосипед и закидываю сюда. Поэтому эта дверь – это просто шикарно. Ну и если вы не хотите, вы просто берете, отщелкиваете вниз. И здесь есть вот такая вот металлическая штука. И здесь, да, видите? И вы просто берете, опа, все, защелкнули. Сейчас я ее закрою. Также у меня тут микроволновка. Есть датчик на выхлопные газы. То есть, если что, он сработает и будет пищать. У нас тут сверху еще одна полка. И вот здесь сверху еще одна полка. Смотрите, эта панель, чем она хороша? Во-первых, здесь у вас есть webaster. Вы управляете сразу webaster. Есть прикуриватель. Вы можете включать холодильник здесь. Да, вот, пожалуйста. Здесь регулируете печку, температуру и свет в салоне. Вот, пожалуйста. Включайте. Выключайте. Вот. Также подсветку. Вот здесь она светится красным, как видите. И тут тоже светится красным. То есть, вот это вы регулируете здесь ночью. И что самое классное? Закрытие, открытие дверей. Закрыли. Все, трак закрыт. Забыли закрыть, нажали. Пожалуйста. Здесь такая полочка. Тут у меня семечки, там таблетки всякие. Такая рабочая обстановка. Некоторые люди мне иногда пишут. Вот, у тебя грязно в салоне. И так далее. Ребят, я вам скажу, у меня чистота и порядок. Если бы вы видели здесь, в каких машинах, в каких траках ездят люди, вы бы сказали, что у меня самая чистая машина. Понимаете, дело в том, что у нас это да, это прям целая традиция. Вымыть машину, отполировать там. И я сам это очень люблю. Но здесь немножко по-другому в жизни складывается. У тебя нет времени на вот это зачастую. Когда оно есть, конечно, ты это делаешь. Когда нет, ну тогда приходится обходиться там. Но, поверьте мне, я в основном снимаю всегда это рабочие варианты. Я не прихожу в салон, да, где меня ждет готовый тракт. Давайте я сейчас буду снимать обзор, да. Нет, конечно. Я сам попротирал все, понатирал. Вот как смог, так и сделал. Поэтому прошу относиться к этому с пониманием. В данном случае это мой тракт. Вот так как он есть, вот так он выглядит всегда. Что ж, давайте теперь заведем. И я вам покажу, что здесь у нас. Как мы этим всем управляем. Вот эти все приборы и так далее. И что у нас тут есть. Конечно же, самое главное, с чего я начну, это вот этот вот климат-контроль. Когда ты постоянно крутишь эту температуру туда-сюда, туда-сюда. 22-й год. Уже в каждом траке должно это быть. Между прочим, этот трак 20-го года. Выглядит он в таком вот классическом варианте, да. Есть вариант, когда здесь полностью вот эта панель, она электронная. Я вам покажу потом как-нибудь этот трак. Ну, а единственное, что там минус, что говорят, что она подключивает. Вода, давление, масло, вольтметр, топливо, скорость, усилие на тормозах. Я нажимаю, и у нас усилены тормоза. И здесь мы видим давление двух баков воздушных. Primary and secondary tank. То есть два. Вот синяя. Если нажму, он еще упадет. Вот, синяя. То у нас есть из органов управления. Тут мы переключаем передачи вперед. И торможение двигателем. Три положения. И еще вниз. Это наш engine brake. Очень эффективный. В положении первым. Равносильно, как Volvo имеет в положении третьем. С левой стороны у нас управление дворниками и поворотниками. И вот тут есть один минус. Мне надо конкретно нажимать. Я не могу дотронуться легенько, чтобы он проморгал там пять. Второе недостаток, который есть, это нажатие на дворники. Чтобы они заработали, ты должен нажимать и удерживать. Тогда дворники начинают работать. Но это неудобно. У нас есть температура. Не только давление масла мы видим здесь. Здесь мы видим теперь буст гейдж. Турбину мы видим, сколько PCI подает турбин. Загрязненность воздушного фильтра. Тут загрязненность топливного фильтра. Нагрузка на нашу ходовую получается. На суспеншен, на подушке. И вот этот гейдж, он очень удобный. То есть ты видишь, когда у тебя перегруз, если больше 60 PCI, значит у тебя 100% перегруз. Томожение трейлером у нас здесь. Но это нельзя использовать во время езды. Хотя это очень помогает, чтобы трейлер не заносило зимой. И ты можешь нажать и выровнять трейлер. Как видите, я нажимаю. Здесь он не показывает усилие на тормозах. Тут у нас принудительное охлаждение двигателя. То есть если мы... Видите, зелененький горит, сейчас двигатель охлаждается. Сейчас он выключится. Но если вы стоите, допустим, в пробках, вы боитесь, что вы перегреете двигатель, ваша температура поднимается, становится высокой. Можете принудительно, вот как я сейчас, включить охлаждение. И круиз-контроль у нас находится вот здесь. Когда мы включаем круиз-контроль, мы видим обороты. И мы можем поднимать обороты или опускать. Все это делаем этими кнопочками. Трекшн-контроль можно отключить. Тил-ассист, то есть чтобы трак не откатывался обратно, вы можете тоже его отключить. Тут включается DEV-систему. То есть если надо сделать регенерейшн на паркинг, мы делаем здесь. Здесь у меня подсветка. И вот эти кнопки, как видите, они больше защищены. То есть, во-первых, они защищены, чтобы вы не нажали случайно одну или вторую. Блокировка дифференциала. И здесь кнопочка еще более защищена. Это передвинуть туда-обратно, пятое колесо или седло, как назывательно. Тут у нас вообще кнопочка вверх отщелкивается. И потом вы нажимаете сюда. И закрываете. То есть случайно вы ее никак не нажмете. И это очень удобно. Очень свет вывели вот сюда. То есть у нас есть управление светом вот здесь. Это задний свет, который на кабине. Это подсветка приборки. То есть вот. Это подсветка ноги и салон. Красная подсветка ног. Сейчас я включу свет в салоне. Вот такой вот свет в салоне. И это проверка, тест у нас на вообще весь свет в машине. То есть она будет по очереди включаться наружно. А здесь мы включаем, да, не ближние, габариты, да. И свет в салоне тоже, в свитере. Включить, выключить. И аварийка. Все довольно удобно. У нас два подстаканника. Здесь вот такая ниша. Сюда отлично, просто отличным образом залазит мои AirPods. Сюда становится. Очень удобно. Тут у нас есть ниша. Мы тоже можем поставить туда что-то. Вот это меню управляется она вот этой кнопкой. Вот мы переключаем. И мы тут можем увидеть, да, обороты. Можем поменять на скорость. Видеть постоянно скорость. Вот. Можем всякие настройки, там вот ошибки смотреть. По шасси, допустим, информацию полностью. Софтвер. То есть, все по двигателю, по АБС, так же самое. Одометр. И у нас расход. Вот наш расход, да. 8. 8 миль на галлон мы делаем. Вот это у нас наш average, да, среднее. Вот. То есть, в принципе, это все. Все, что у нас тут есть. Все просто и все очень удобно. Еще что хотел показать. Это багажник. Так, багажник у нас открывается. Вот здесь. Он довольно большой. Здесь подсветка. Как видите, у меня здесь инструмент. Здесь все, что необходимо. Тут у нас еще одна печка стоит. И здесь у нас стоит Webasto. Вот это вот Webasto. То есть, оно охлаждается. Как видите, идет воздух подается по вот этим трубам, да, на левую сторону и на правую сторону. То есть, не так как Volvo с одной стороны вот тут подается воздух. Нет. Здесь расходится и туда, и сюда. И это очень хорошее решение. Тут у нас предохранители. То есть, всегда все доступно. Там воздухозаборник здесь у нас один. Здесь воздухозаборник второй. И поэтому охлаждение салона происходит очень быстро. Вообще, в салоне очень комфортная температура. Постоянно благодаря его контролю. Что еще хотел показать. Это тоже маленький, но очень важный момент. Это наши козырьки солнцезащитные, да. Вот они, видите. Это стандарт. А вот это уже не стандарт. То есть, вы можете закрыть полностью, чтобы солнце вам тут не било, да. И как видите, у меня еще синяя часть лобового стекла. Часть вот эта синяя. Пару слов по двигателю. У нас 455 лошадок, как пишут вот на этой двери. О, видите, наклеечка. Правильная наклеечка. Вот. Правильная компания. Правильная наклеечка. Как пишут здесь у нас, я вижу, да. Это 455 лошадок. Как бы у Volvo тоже 455 лошадок. Но почему-то тяга у Kenward гораздо больше. И гораздо лучше он идет по дороге. Управляемость. Я вам в дальнейшем покажу, когда будем ехать. Какая там управляемость. Ну, для примера, да. То есть, он себе спокойно может ехать. 75 миль в час. Дальше ограничено. Но едет очень уверенно. То есть, эта скорость для него комфортабельная. Он не кидает. Если дорога нормальная, то можно ехать беспокойно. И по горам он едет. Кстати, очень тяга у него на низах. Очень хорошая. Даже если он груженый. И так я ездил достаточно груженым на нем. То есть, под завязку. И он нормально идет. Вообще никаких проблем. Расход относительно нормальный. Так же самый, как и Volvo. Но управляемость намного больше. Это нечто. Вот такой он двигатель Покар. Как бы вроде ничего сложного. Но мало кто их знает. Тут у нас омывайка, когда мы заливаем. Там у нас охлаждающая жидкость. Генератор, генератор, компрессор. И здесь мы проверяем жидкости. Всякие там, да. Здесь у нас string fluid. То есть, на управление, да. На рулевую. Тут у нас масло проверяем. То есть, и здесь масло заливаем. Вот он такой вот Покар. Нет передних подушек. Да и не надо они, потому что управляемость получше. Вот тут у нас стоит вот эта вот турбина. Которая очень хорошо тянет. Она прям очень хорошая. Как видите, ничего сложного нет. Механизм здесь стандартный. Как на Volvo, как на прайдлайнерах. Все то же самое. Просто немного другая конструкция. А так все то же самое. Здесь у нас фильтра. Как видите, да. То есть, по трак нам залазить не надо, чтобы фильтра поменять. Все меняется вот так вот, стоя возле трака. Вот. То есть, вот так вот все это выглядит. Довольно просто. Довольно с большим доступом. Как видите, нет подкрылка. Подкрылок у нас стоит здесь. То есть, капот блокируется вот этой вот блокировкой. То есть, когда поднялись, все. Сейчас капот мы можем закрыть. Что тот, кто немного понимает, знает, что важно не только мощность двигателя, но также и мосты. И как вы видите, здесь мосты стоят 2.79. То есть, эти мосты, они очень хорошо на тягу рассчитаны. Именно поэтому этот трак так хорошо тянет вес. Он загруженным едет точно так же само. Может там разница. Вот такая вот у нас дверь. Изнутри она не открывается. Открывается отсюда ключом. И вот наш большой багажник, да. Тут даже человек вместится. Все вот так вот. Вот такая толщина двери, как видите, да. А бесчинка очень хорошая. Пару слов о вот этом вот кенгурятнике. Прошу прощения, трак грязный, но это уже дело времени его помыть. Этот кенгурятник, видите, такое ощущение, что он может сбивать целое стадо кабанов. Он действительно очень массивный. И он очень спасает трак от каких-то серьезных повреждений. То есть, все равно он, конечно, при ударе, он сгинается. И это все-таки повреждения получаются какие-то, но не такие значимые. Потому что, сами понимаете, капот, фары, бампер, все это стоит очень дорого. А этот Дергар стоит 2000 долларов. Поэтому он себя окупает очень быстро. Я представляю, сколько стоит капот на этот трак. Поэтому эта вещь нужна. И она себя оправдывает. Друзья, пожалуй, это все, что я вам хотел показать по вот этому траку. То есть, в каких условиях живет трак-драйвер в Америке. И Вольво траки тоже очень хорошие. Фрейглайнеры тоже очень хорошие траки. Я не говорю, что это говно и это хорошее. Но это просто другой уровень. Это другой трак. Здесь немножко чувствуешь себя по-другому. То есть, больше комфорта. Больше комфорта в слипере. То есть, место. Здесь более уютно все. Кому-то может не понравиться. Кому-то понравится. Я, допустим, больше поклонен, конечно, Кенверт и Питер Билл. Наверное, это самые вот траки. Но и ценовой диапазон этих траков, он тоже отличается существенно. Поэтому, понятное дело, почему наши люди очень любят покупать Вольво, а не Кенверт. Потому что разница там в цене, и разница в обслуживании, и разница в том, что вы, допустим, найдете специалиста на Вольво легко и быстро, да, диагноз-то. Но так легко не найти специалиста на двигатель Пакар, да, и который сможет сделать для вас все. Но эти траки и не ломаются, так как Вольво. Поэтому тут уже как бы такой баланс, да, потому что я думаю, что просто потому что мало знают об этих траках, поэтому их недооценивают. Но их цена, которая чуть завышена, она намного оправдывает себя в дальнейшем, когда ты ездишь, да, меньше у тебя ремонтов и так далее. Вот так. Рад, что вы смотрели мое видео. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, я рассказал все быстро, лаконично. Не отнимаю у вас много времени и интересно. Поэтому всем мирного неба на голову. Берегитесь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...